Больше 20 лет в детском саду номер 74 города Бреста работает Наталья Евстафьевна Габдрафикова. 15 лет назад именно она стояла у истоков создания первой логопедической группы. Учила и училась сама, готовила к школе малышей. Как опытный педагог она болеет душой заставших уже родными и детей, и детский сад. Сегодня Наталья Габдрафикова сама делится навыками работы с молодыми и продолжает помогать детям учиться, говорить, размышлять и общаться. Прежде всего нужно научить родителя, как работать с этими детьми, какое вниманием уделять, какую помощь им оказывать и куда еще обратиться, кроме как вообще нашего развития. Это очень трудная, большая работа, и не каждый педагог сможет, конечно, работать в этой сфере и отдавать душу этим детям. В нынешнем году сад отметит 26-й день рождения, 15 из которых дошкольные учреждения специализируются на воспитании малышей с трудностями в обучении и развитии. Для детей созданы комфортные условия. Относительно небольшие группы по 10-15 человек, курируют которые компетентные педагоги, воспитатели и младший персонал. Когда работаешь в таком учреждении, нужно соотносить несколько программ, несколько методик. Это даже не несколько методик, очень много образовательных, воспитательных методик. У дефектологов своя задача, у воспитателей своя, у специалистов это будет своя задача. И эти все задачи нужно вложить в одно общее дело, то есть развить ребенка. В саду из 13 групп 9 специальных, 7 логопедических и 2 с трудностями в обучении. 9 высококлассных специалистов-дефектологов и логопедов работают с каждым малышом индивидуально по отдельному плану, в зависимости от его способностей, развития и даже черт характера. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход и определенная атмосфера. То есть с кем-то надо построже, с кем-то помягче, кто-то и только на ласку реагирует. У кого-то мы обращаем внимание только на хорошее поведение, плохое игнорируя. То есть для каждого ребенка в принципе индивидуальный подход и свои особенности у них. Мы всегда используем индивидуальный, индивидуально дифференцированный подход в работе с семьями, с детьми с особенностями, потому что только в тесном контакте можно помочь ребенку и оказать им грамотную коррекционную помощь. Помимо индивидуальных программ и современных методик, для развития малышей используются уже проверенные временем, но такие действенные творческие занятия по лепке и рисованию, физической культуре и музыке. Цель всей работы – ребенок должен научиться выражать свои эмоции и быть частью социума. Мы помогаем детям быть успешными, быть социализированными в обществе, общаться между собой и не бояться, не бояться того, что они что-то неправильно скажут, что-то не так сделают, потому что они должны быть уверены, что их принимают такими, какие они есть. Работу педагогов специальных групп сегодня высоко оценивают родители. Счастливые глаза малыша и его успехи – лучшие доказательства высокого профессионализма логопедов, дефектологов и воспитателей. Некоторые из родителей – сами выпускники этого сада, и сегодня здесь учатся их дети. Я сама сюда ходила в этот детский садик, и когда у меня родился ребенок, я сказала, что он будет ходить только в 74-й, а если еще один родится, еще приведу сюда. Очень ребенок доволен. В садик встает с таким охотой, ждет всего, что он ждет. Любит воспитателей, любит учителя-дефектолога, помощника-воспитателя. Он всех рад всегда. Он идет и всегда – мама, а ты знаешь, что мы сегодня делали? А ты знаешь, что мы лепили, а что мы рисовали? Поделки все нам сохраняет, домой несет. Ну, очень нравится. У меня в сад сюда ходят две дочери. Мне очень нравится этот садик, мне очень нравятся педагоги, мне очень нравится, как детки сюда ходят. И детки сюда ходят с большим удовольствием, потому что тут их ждет внимание, тут их ждут праздники, тут их ждет отличный коллектив. Мы ходили в другой сад, и, конечно, очень разница видна, потому что ребенок с удовольствием ходит в сад, ждет каких-то сюрпризов, здесь и музыкальные занятия, и физкультура очень активно, и занятия каждый день с ребенком проводятся. Помощь в социализации малыша и его развитии – важная часть работы дефектологов, которая невозможна без полного взаимопонимания с родителями. То, что мы даем здесь, родители в обязательном порядке закрепляют дома. То есть постоянная связь с родителями, общение с родителями и работа тоже только с родителями. Дать маленькому человеку жизнь – это только часть смысла существования. Воспитать его морально и физически гармоничным и полноценным – вот настоящая работа и важная задача.